Всем привет, дорогие друзья! Кстати говоря, у меня новый маникюр. Такой замечательный, красивый, светоотражающий. Сегодня обзор покупок из гипермаркета Лента и частично из светофора. Итак, поехали! Первое, что вы видите на столе. Чипсы Лейс, мои мужики любят иногда побаловаться. 84 рубля, зелёный лук. Были хорошие скидки на чай Гринфилд. Мы выбрали Грин Мелисса. Да, были также в Цейлонске, по-моему, чай был. English Breakfast был, именно Гринфилд, 100 пакетиков. Такая же вот цена, 219 рублей. Ну и вот в чеке пишется, что скидка составила 200 рублей. То есть, якобы он стоит 419 рублей. Не удивлюсь, потому что однажды в ОК мы на самом деле видели вот такой чай за 389 рублей. И, конечно, были в шоке. Квас Очакова взяли в Ленте. Он стоит всего-навсего 58 рублей. В общем-то, недорого. Очаковский квас хороший. Будем делать окрошку. Ждём гостей. Обязательно сделаю окрошку. Хочется. Сейчас очень жарко у нас стало. Взяли масло Злата. Это моё именное масло. 109 рублей за 1 литр. Вообще ниже 105 рублей. Цены на масло подсолнечное, рафинированное в Ленте не было. Ваня увидел вот такие вот конфетки. Они с вафельками. Это самые любимые его конфеты. Стоят 437 рублей за килограмм. Здесь на 212 рублей. Вот такие цены. На самом деле, я съела одну вкусненькие конфетки. Но ребёнок вот такие очень любит. Так интересно. Он идёт ко мне. Несёт какую-нибудь конфету. Говорит, мам, я такое люблю. Нет, сынок, такое ты не любишь. Он есть не будет. Я точно знаю его вкусы. Вот он сколько конфет перепробовал. Очень многие он совершенно не ест. Очень недорого. Взяли вот машинку из серии Бига. Спортивный автомобиль. Вот такие варианты прям как раз там и были. Белый, желтый. Вот такая вот фиолетовая, красная. А Ваня выбрал себе вот такую вот оранжевую. Всего 174 рубля. Вот видите, у неё фары светятся. Он с ней спал даже. Под подушку её положил. Вот настолько она ему понравилась. Она и не маленькая, металлическая. Открываются дверки у неё. И вот ещё светят фонарики. Вы знаете, для такой цены это очень даже хорошая машинка. Для своего цветника я взяла вот такие вот интересные украшения. Бабочка и стрекоза. Бабочка и стрекоза. Стоят они 129 рублей. Пока у меня ещё мои цветы не цветут буйным цветом. А хочется, чтобы мой цветничок выглядел красиво. Поэтому я вот в горшки воткну и бабочку, и стрекозу. Я в Тикс Прайсе кое-какие украшения покупала. Я им пользуюсь до сих пор. В общем-то, это вот такое вот долгосрочное украшение. Ещё раз повторяю, каждая стоит 129 рублей. Так как собралась делать окрошку, взяла редиску. Редиска стоит 99 рублей 99 копеек за полкило. Без редиски мой муж сказал, я это есть не буду без редиски. Была акция на колбасу, также это для окрошки. Я её взяла. Великолукинский мясокомбинат молочное. Если берёшь в паре, то каждая, получается, стоит 109 рублей. А если без пары берёшь по одной, то она стоит тоже 209 рублей. То есть скидка составила порядка 100 рублей. Короче, смысл в том, две по цене одной. Великолукинский мясокомбинат очень хорошее производство. Вкусно делают и колбасы, и сосиски. Все вот колбасные изделия, которые мы брали, нам очень нравятся. И ещё вот Великолукинский мясокомбинат кроличьи. Вот они такого небольшого размера. Здесь 330 граммов. Так, сколько стоят они, я уже не помню. Будем смотреть сосиски. Ну, не сказать, что очень дёшево. 179 рублей 99 копеек за 300 граммов. Это нормально, так скажем. Сосиски с сыром, пармезан марки Шнеллер. Шнеллер тоже хорошее производство. Это наш Саратский Овоз, город Энгельс, производство. Так, в упаковке здесь у нас 0,5 кг или 450 граммов. Сосиски Шнеллер 199 рублей 99 копеек. И скидка якобы составила 156 рублей 60 копеек. Сок Лента Китс 20 рублей стоит вот такой сок. 200 мл. И ещё вот такой сок Моя Семья Яблочный Микс 24 рубля стоит. Нравится вот в такой упаковке. Носки взяла своим мальчишкам. В упаковке три пары. Стоит 159 рублей. Ну, то есть 53 рубля за пару – это нормальная цена. Хорошее качество. Такие вот плотненькие носочки. Это вот чёрные я для мужа взяла. 159 рублей стоит. Белые для сына взяла. Он у меня что-то в последнее время ходит исключительно только в белых носках. Пускай ходит. Сам себе их настирует. Ради бога. И на бане горят носки. Вот прям горят. Рвутся со скоростью света. 259 рублей 5 пар носок. Вот здесь чёрный один цвет. Все разные. Серые просто. В полосочку. С машинками. С корабликами. Вот такие вот хорошие носочки. Для мальчиков. Ещё набрала шоколада. Вот этот шоколад 43 рубля Ваня выбрал сам для себя. Он увидел. Альпин Голд. Орео. Орео он вообще очень любит. Вот такая вот шоколадка для ребёнка. И набрала себе шоколад для правильного питания без сахара. Содержит вот серия. Вот этот шоколад 89 рублей. Здесь 75 граммов. Вот этот шоколад 99 рублей. Также 75 граммов. Одна и та же марка. Эко-ботаника 111 рублей. Смотрим. Без сахара. Со злаковыми шариками и витаминами. Вот 90 граммов. Вот я с апельсином люблю. Ну, чёртвы не было его. И ещё вот такой вот шоколад Red. Кстати говоря, я его как-то брала. Также в ленте по 99 рублей. Это раз так же. Следующий раз, ну, вот в очередной раз приехал, он стоит 200 рублей. Конечно, брать не стала. А сегодня, смотрю, опять 99 рублей стоит. Очень достойный, качественный, вкусный шоколад. Очень вкусный. И так же без добавления сахара. И смотрите, ещё 110 граммов шоколадки. Вообще такой впервые вижу, чтобы был шоколад 110 граммов. Он очень вкусный, мне сильно понравился. Вот так вот. Ещё взяла лаваши тоненькие, вот как вот в фикс-прайсе за 50 рублей. А там 4 лаваша за 54 рубля. Я взяла мальчишкам своим делу бутерброды. Взяли там также два батона. Один московский 63 рубля. Вот простой батон горчичный 33 рубля. Так. Что ещё? А, самое главное, почему мы поехали-то и почему в ленту заехали? Мы за черешней поехали. И увидели билборд по дороге, что якобы в ленте черешня стоит 200 рублей. А в это время в светофор ещё заходили, посмотрели, там продаётся за 250 рублей, 220, где-то 280 рублей стоит черешня. И поэтому мы поехали в ленту. Взяли черешни, 3,5 килограмма на 700 рублей. Что ради? Ради варенья. В прошлом году мы сварили варенье из своей черешни, у нас жёлтая была. Варенье получилось просто потрясающе. Несмотря на то, что черешня сама по себе сладкая, просто с сахаром я не добавляла ни лимон, ни апельсин, ничего. Варенье получилось просто потрясающе. Ему же говорят, вари из черешни. Вот уже варенье у меня варится. Черешню всю перебрала. Косточки выдернула. По эти самые черешочки обобрала. И вот один раз я его прокипятила. Ещё один раз прокипячу, и потом уже по банкам. Итого, к оплате 3,951 рубль 87 копеек в ленте. И ваша скидка по карте лента. 1,911 рублей составила. Ну, кажется, вроде ничего такого не взяли. А 3,900 потратили. Конечно, дороговато. Но сразу хочу сказать, что у меня почти 700 рублей носки и 700 рублей черешня. Уже 1400. Ну и по мелочам так и набежала. Зашли в светофор. В светофоре купили наполнитель для кошачьих туалетов. 64 рубля. Что-то он у нас очень быстро уходит. Эти кошки. Сейчас покажу вам котёнка. Мой красавчик спит. Он единственный у нас остался. Всех остальных котяточек раздали. А этот вот у нас. И вот. Да, мы золотой. И вот он уже вот один такой вот пакет выписал. И вот второй взяли. Нашли-таки корм миленькая Бетти. Собственно говоря, поехали опять искать еду кошкам. Они едят много, съедают быстро. И вот 26 рублей с копейками стоит вот миленькая Бетти. Если раньше упаковки содержали 9 банок, то сейчас уже 12 банок содержатся в одной упаковке. Говядина в желе. Кусочки. Кошки прекрасно его едят. И мы не знаю как рады, потому что на сегодняшний день один из самых недорогих кошачьих влажных кормов. Слава Богу, что они прям едят за милую душу. 81 рубль кавказские травы приправы кота. Они очень мне нравятся. Это самые-самые классные травы. Супы. Первые, вторые блюда с этими травами получаются просто великолепными. И вот моя любовь. Прям я без них жить не могу. Можно так сказать. И всегда беру. Вот смотрите, вот в этой целлофановой упаковке содержится 3 пакетика. Еще раз повторяю, что в океи 45 рублей одна стоит. Пачечка. Полюбившийся нам шоколад пролине. 85 рублей всего-навсего 200 граммов. Скажите, куда столько много сладостей. Ваня ест. Причем я не могу сказать, что он очень много ест. Вот в день я ему даю ему даю одну конфету, которую в ленте мы купили, и, допустим, долька шоколада. Все, больше не даю, но он просит сладкое просто не дуром ест плохо. И вот я через сладкое, да, вот я ему говорю, съешь суп, дам кусочек шоколадки. Ну вот садится, ест. Ну вот куда деваться. И 54 рубля пирожное Аленка. Со вкусом сливочный крем. Сейчас лет, каникулы, гости приезжают, дети всевозможные толпятся. Все вот, кого-то чем-то угостить. Поэтому сладостей уходит много. Еще в магазине Светофор появилась новинка. Появилась новинка. Это вот такие вот макароны. Здесь 400 граммов. Написано, что варить надо 6 минут. Якобы из твердых сортов пшеницы высший сорт. Но что-то варить 6 минут меня насторожило. Потому что обычно надо варить, соответственно, 10 минут. Но взяла попробовать. 31 рубль стоит. Содержание белка 12,5 граммов. Это хорошее содержание. 400 граммов в упаковке. То есть я хочу сказать, что для Светофора это довольно-таки приличная цена. На макарон я взяла 2 упаковки. Собственно говоря, в Светофоре мы больше ничего не купили. Но потратили-то. 2069 рублей 50 копеек. И, внимание, ваша экономия по сравнению со среднерыночными ценами составила 517 рублей. Такая цена сложилась из-за кошачьего корма. 1634 рубля именно на кошачий корм мы потратили. А, еще купила десерт. Пудинг. Шоколад Грант. Он там стоит 39 рублей 50 копеек. Мы его благополучно быстро съели. Вот даже до обзора не дожил. Ну и все. В Светофоре больше ничего не купили. На сайте Озон заказали мой любимый кофе Паулик Классик. Одна упаковка 250-граммовая. Стоит 164 рубля. Взяли сразу 10 пачек. Ну вот хватает мне где-то на полтора-два месяца. Паулик Классик. Вот наиболее приемлемый для меня. Не слишком жесткий, не слишком такой горький. Прям идеально мне подходит. Кстати говоря, покупаю по совету наших зрителей. В прошлой закупке покупала Жордин. И покупали мы Жокей. Ну не так себе. Не могу сказать, что я в восторге. Я также не могу сказать, что плохой кофе. Ну так нормально. И цена тоже довольно-таки приличная. Приемлемая я в этом смысле. Дорогие друзья, собственно говоря, вот вся она наша закупка. Не могу налюбоваться на свой новый маникюр. Так мне это нравится. С блёсточками и всё. Прям как я люблю. А на солнце как сверкает. Просто вы себе даже не представляете. Прям аж искра из глаз. Вот такая вот я сорока стала на старости лет. Дорогие друзья, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Очень интересно было почитать про цены, которые у вас. На картошку, морковь, на лук и так далее. У нас то же самое всё, конечно же. Хотя в ленте лук стоит всего 28 рублей. В общем-то хорошая цена. Картошка, да, также 60-70 рублей. Морковь я не видела этот раз совершенно абсолютно. Ну теперь точно всё. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставим лайки. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.